Буддисты, они ни одному живому существу зла не причиняют. Это и есть основа философии буддизма, насколько я знаю. Вы пришли на чужую землю с оружием в руках для того, чтобы убивать людей. Я затрудняюсь ответить так. Вам еще и весело, вам еще и смешно. Я не знаю, как это на это ответить. Анекдот какой-нибудь расскажете мне? Вместе посмеемся. И от 200 человек осталось только 60. Да, потому что у меня категория негодности была В1. А из-за чего это такая категория? Болезнь такая, витилиго называется. Таких всего лишь на одного москвича 87,5 человек приходится по статистике. Бурят 275, а тувинцев 350. Вы не понимаете, дома туалет, это в доме туалет имеется в виду? Не что он вообще во дворе существует, а в доме? В доме нет. В доме нет. Видите, вот вам бы стоило себе в доме сделать туалет и душ. Мы гражданские журналисты, Дмитрий вам уже все рассказал, я так понимаю, да? Да. Как вас зовут по вас все? Оюн Санча Салимович. Сейчас я запишу Оюн. Санча. Санча. В конце 2 А. Санча. Да. Санча. 2 А в конце. Санча. Тува. Тува. Тувинец? Да, Тувинец. Тува. Тувинец. Вы знаете, что больше всех погибло в Украине на данный момент тувинцев? Даже не бурят, а именно тувинцев? Нет. Сейчас слышу только. Я слышал, что больше всего погибло более, как говорится, бедные регионы России, такие как Дагестан. Да. Я прошу прощения, давай, дата рождения ваша? 30 декабря 1994. 30. 30. 30. 12. Да. А у вас богатая республика? Да, нет, нельзя сказать, богатая, но природными ресурсами, да, хорошо обладают. А люди хорошо живут? Так сказать, ну, можно сказать, есть хорошо живут люди, есть нехорошо. Так случилось, что мы начали записи, я забыл, что Дима должен записать, да, давайте. Ваше звание – должность? Звание – рядовой, должный стрелок. Когда вы зашли в Украину и когда попали в плен? 17-го числа, нет, 9-го числа был прикомендирован и 17-го числа заехал на территорию Украины. 17-го в каком месте? Июня. И попали в плен? Получается, это 29-го. 29-го? Июня, да. Да, номер телефона, по которому мы будем звонить? Номер телефона. Он будет вырезан? Да, да, вы можете говорить спокойно. Можно через ВК как-то найти? Или только номер нужно? Не, на какой ВК? 8-927. Нет времени. Там есть WhatsApp или Viber какой-нибудь? Челеграмма? Да, там у нее должно быть. Ну, подруга. Ну, подруга. Сейчас, сейчас. 901. Моя подруга. Чоча говорит. Я с ней спешусь? У нее есть номер родителей? Да, у моих родителей, да. Она хорошо. Подруга. И еще, я вам задавал уже этот вопрос. Вы какой веры? Я верую в буддис. 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 Буддис, да. А я смотрел, знаете, какое кино? Что-то 4 года в Тибете или 8 лет в Тибете. Что-то такое смотрели? Там Брэд Бит. К сожалению, не смотрел. Но там в этом кино такое показывает, что они даже, они очень долго копали там, в общем, под фундамент яму, потому что, когда им поступило задание выкопать яму такую, они начали червячков, каждого червячка вытаскивать, чтобы не убить его лопатой. Да. В буддизме, да, есть такое. А в буддизме есть такое. А вы с оружием пришли на чужую территорию для чего? Ну, причина, наверное, так же, как у всех. Какая? Приказ. Приказ. Да. Ну... Да. Вот буддизм в большей степени, наверное, скорее всего, это не как... Это религия, безусловно, но в большей степени это как философия жизни, если как правильно судить. Да. Так а где... Где ваше... Какое... Как... Чем можно охарактеризовать вашу принадлежность к этой философии хоть как-нибудь? Да. Это уклад жизни. Уклад жизни. Да. Как получается. Да. Ну, смотрите, философствовать вы будете с ламами. Да. Об этом обо всем. В моем понимании религиозную тему можно закрывать на том моменте, что буддисты, они ни одному живому существу зла не причиняют. Да. Это и есть основа философии буддизма, насколько я знаю. Все верно. Да? Вы пришли на чужую землю с оружием в руках для того, чтобы убивать людей? Нет. Ну, не того, чтобы убивать людей. Я ж не мирных жителей решил убивать. Ага. То есть военных убивать лучше? Нет. Военных тоже, конечно, убивать вообще нехорошо. Да. Война, по сути, это, можно сказать, несчастье, с которым нужно немедленно покончить, а не устраивать из нее какую-нибудь военную истерию. Да. Допустим. И как это отменяет тот факт, что вы пришли сюда с оружием для того, чтобы убивать военных. Ну. Я заплудняюсь ответить, как вы. Вам еще и весело. Да. 실례xt. Нет, извините. Я за приятной пят votion. А не ток какой-нибудь расскажете мне. Вместе посмеемся. Нет. расскажите тогда просто свою историю без привязки к философии потому что я не понимаю как мы можем здесь о чем-то таком говорить если но мы все время будем сбиваться да то есть конечно вы мне будете говорить про упад жизни вы пришли убивать людей с оружием в руках военных мирных все равно пришли на чужую землю это никак не вписывается в философию буддизма ну совсем никак тогда просто расскажите свою историю как попал в плен не вот как вас отправляли сюда почему вообще сюда поехали можем вообще начать с того чего мы начали с жизни в вашем регионе вот выходите одни хорошо живут а другие плохо что вы имеете в виду подразумеваю это наверно в любом регионе двой стране то есть хорош есть который хорошо живут люди на богато есть и такие районы где районы у нас такого нет расскажите подробнее интересно ну украина она как бы компактнее и более густо населенная поэтому у нас да есть люди которые живут беднее и богаче это правда так вот что прям одни районы бедно другие прям богатым так нельзя сказать а как это происходит не знаю у нас в туве можно сказать говорите громче давайте вам застегнем застегивается это кстати украинская да тогда у вас китель застегните просто вот при пучку вот это вот как хорошего на я поставлю вам микрофон максимально близко источнику звука так сказать может быть вас будет хоть как послышно ну я да 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 не не все-все-все-все хорошо да я так сказать не политик я простой солдат я в этом не впечатляю но знаю что есть люди которые хорошо живут лучше чем другие это скорее всего проблема экономики большей степени я понял как вы на это смотрите вы думаете я от вас жду чтобы вы сейчас вот разложили все с позиции там каких-то цифр да нет и нет и живут хорошо это как по вашему мнению как хорошо по-человечески как ну по-человечески ну а у них как бы сказать финансово более свободно можно сказать могут себе позволить то чего другие те а ну что это например что можно в материале может ну вот допустим раз сезон может отпуска разные ехать у них да это куда в сочи нет можно и за границей за границей же турции вы были за китай нет я не не был за границей в китай ездят уже летают да летает и еще что-то наверное а то есть такие которые не могут себе этого да есть к сожалению которые могут этого себе не позволить это вот как вас сказать вот половина населения может половина не может или да можно наверное так сказать а вот давайте про вас поговорим база за рубежом вам вы не влияние сколько вы классов закончили какой вуз да и один я девять классов закончил так потом средний экономическую специальность на туинском сельскохозяйственную технику и получается все все и пошли в армию служить нет я еще в армии не служил даже а почему они пошли по сельскому хозяйству ваше образование да что-то не получилось но экономисты вы попытались я пытался но устроиться намного сложнее понимаете нужны молодые специалисты с опытом работы как-то неуместно получается либо уже не не такой молодой а сколько вам надо было времени чтобы получить опыт почему вы не пошли просто куда-то на на ферму куда-то работать получить какой-то опыт первоначальный да можно было бы наверное ну так я так понимаю решили плюнуть на все дела и пойти в армию пойти в армию да так получилось пошли подписали контракт сколько вам было лет нет я вот в этом году подписал контракт сколько вам сейчас не 26 26 а вот срочку вы служили нет строчку вы пошли только в 25 лет получается вами да потому что меня категория негодности в один а из-за чего это такая категория потом ну болезнь такая и телега называется аж в чем она проявляется таблиц кож кожаные покровы белые пятна потом я пришел при освидетельствование и меня отправили военкоманды это уже было во время после начала войны да то есть после начала войны в россии негодные стали годными я правильно понимаю из вашего вопроса то есть ранее вы были негодными до воинской службы а что побудило вас отправиться в военкомат ну вот давайте я как это себе представляю человек получил белый билет да то есть негоден служить все просидеть ему 25 лет еще год у вас до скольки во двадцати семи а до двадцати семи ну еще там допустим два года нет неважно вас кто-то заставил прийти военкомат вас вызвали военкомат вы сами пошли военкомат как-то произошло думаю тут не надо думать вспомнить бы желательно как это произошло да скорее всего повлияло пропаганда наверно что вы сами пошли военкомат да сами пошли сами пошли и сказали я хочу идти воевали пересвидетельствование проходит каждые четыре года теперь по причина пришло время дальше пришло время прийти а причем здесь пропаганда как вы говорите осталось всего два года для можно было бы как-то прятаться найти военкомат чтобы пройти время возможно но вы хотели ехать в вы хотели ну да можно так вот а что почему вы хотели до постоянно со сетях и в телевизоре показывают есть которые бывают мирных зрителей украины грабит и так далее да видели и разрушает памятники великие отечественные войны следи пожалуйста а какая вам разница вот вам ту венцу живущему за пять шесть семь тысяч километров от украины какая вам разница что вообще в украине происходит почему вас это так беспокоит давайте с вами подумаем я даже не хочу говорить про всю эту чепуху там памятники нас не могу спросить нацистов видели вы вы были в украину увидели нас . нет нацистов я не встретил а кого встречу мирных жителей до разрушенные города это нацисты их разрушить думаю что нет а я думаю что да я точнее уверен что да их разрушили нацисты только они к нам пришли из россии или цист или вы со мной не согласны смысл давайте проанализируем кто такие нацисты когда получается родиной нацизма вроде бы является италия даже не роман родиной фашизма является родиной нацизма является червами и партия которая там была просто это вы не должны рассказывать кто такие нацисты они я вам потому что вам сказали по телевизору что здесь нацисты и вы первые сказали про нацистов понимаете а теперь вы меня спрашиваете давайте разберемся кто такие нацисты что у нас странный разговор позже получается нацисты это если очень упростить это когда одна нация ставить себя выше другой вот например россия поставила себя выше украины и решила что у нее есть моральное право идти в украину и что-то здесь делать действует соответствующая пропаганда на таких как вы что здесь что-то там не так происходит поэтому вы можете идти точно то же самое было фашистской германии они верили что они могут убивать евреев потому что те угрожают их чистоте их раз и например не только евреев на их детей чтобы еще не отомстили и нацисты солдаты гитлеровской германии верили что они делают что-то хорошее и правильное вы точно так само сюда и шли верили что вы делаете что-то хорошее и правильное но ближе вы в который который зародился действительно в италии там не было да там не было речи про расу про превосходство расы и так далее там была речь про великую италию великую италию так вот у вас россии как раз сейчас речь про вот эту вот великую россию которая себе может позволять вторгаться в чужие страны и диктовать кому-то какие-то условия и вот вы здесь будете диктовать условиями представитель вы великой нации кавычка поэтому мы называем просто пришли упал уничтожали вот эти вот все о которых вы говорите но если давайте теперь подробнее хорошо я понял что вы шли в украину потому что на вас подействовала пропаганда потому что вас взяли в армию именно в когда началась война потому что начали брать всех подряд это мне тоже понятно дальше вас отправляют в украину что вы видите как и говорил разрушенные города всем и деревья ну это же вы же никто не птичка которая летит и все понимаете вы куда-то приехали вас куда-то привезли сколько у вас было сколько было техники какие были задачи расскажите пожалуйста если вы даете добровольное согласие на это интервью я вас сразу спросил то расскажите а если вы не хотите рассказать зачем вы сюда пришли вы думали я с вами буду о религии разговаривать нет с буддистом который пришел убивать людей говорить о религии я не буду потому что это да и мало того я точно так же как по предыдущему рассказывал что у нас есть очередь на публикации интервью если у нас людям не интересно смотреть на вас по сути та история которую я писал вы сидите наклонив голову вниз и однозначно отвечаете на какие-то нужна ваша человеческая история поговорите с нами как бы вы говорили со своим там каким-то знакомым или просто с человеком с которым вы встретились где-то и вот на равность идите разговаривать можно вас не давим просто расскажите историю давайте так что было интересно расскажите что 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 вы увидели когда вас привезли в украину ладно изначально мы заехали из белгорода получается колонной заехали сколько было танков чего там было в колонии тоже важно понимать да батаре были на батаре заехали восьмидесятых самое странное что случилось большая часть батаре не то что больше несколько батаров ломалась по дороге пути сюда это странно скорее всего нет они были старые восьмидесятые не скорее всего нет а точно нет потому что истории где выехала 10 доехала 2 или выехала 9 доехала 1 это у нас стандартные истории которые нам рассказывают поэтому еще раз вам говорю вы просто все то что вы говорите нам известно нам просто интересно это не будет считаться что вы выдали какую-то государственную тайну потому что все известно это все видно со спутников все достоверно понятно мы просто хотим от вас тут расскажите да самое странное поломалась дальше техника старая поломалась и первый же день как заехали мы на территорию проведем и ночевали на рамбате ну ждали какие-то запчастей которые привезут ну привезли запчасти починили байтер и сразу заехали в город дизюм а как это было остальные батаре тоже поехали ли вы все остальные все поехали и нас оставили то а у нас как раз были на полу да это какого числа было примерно получается 17 числа так заехали сразу же поломались 17 июня дня до нас заехали визюм когда даже визюм да и под изюмом там вроде бы точно мне помню деревня есть приехали и по колонне там закопались около одной деревни окопались то есть и после первой неудачной атаки взять какую-то высоту нас ничего не вышло и после этого а как в чем проявлялась ваша попытка взять высоту как это было вы стали пошли подняли автоматы пешком на бтр и как это было нет это случилось странно потому что беттер ехали очень на высокой скорости и наша колонна как бы отделилась первая колонна которая поехала они пошли в атаку и у них ничего не получилось и обратно вернулись и были много потерь и так далее 200 и 300 я не знаю но были они вы не вышли в составе нет я во втором составе остался они приехали рассказали что случилось что командование не справляется и большая часть наших товарищей они все отказались и я 200 человек осталось только 60 да потому что понимаете чтобы понять весь ужас войны наверное человеку нужно своими глазами увидеть все это и вот они увидели все это и что с ними было дальше не дальнейшую к судьбу я не знаю что бывает с отказниками на они ушли и наш батальон как бы пошло раз рассыпную вообще никто ничего не знал не понимал пару дней вот так ходили ничего не понимая потом приехал наш командир всех нашу комплектовал и отвез на другую деревню так уже мы окопались ждали шли дни и недели и не было боев ничего ничего не прилетов не прилет и были да не очень часто прилетали а ваша артиллерия где было что делал знаю наша артиллерия тоже стреляет куда-то заказать друг друга стреляют по нам прилетала очень часто а или по изюму вы под изюмом вот изюм в изюм еще не зашли нет но изюм проехали уже а за и за и за и за и за и за и оккупационные российские войска уже оккупировали изюм потом уже пришла задача когда вот лесу были нас взяли то есть собрали группу и была поставлена задача чуть дальше вглубь леса продвинуться и понаблюдать наш командир собрал нас надвинулись и так случилось что наткнулись на блокпост вы пошли просто рубая на блокпосту сумму нет даже не знаю что там есть блокпост потому что у нас разведки ничего не работает наткнулись и по нам начали стрелять началась стрельба сколько у вас группа человек 8 то ли 7 7 8 человек до 8 человек началась стрельба ходе боя наша группа разделилась на 2 подгруппы и так случилось что моя группа наткнулась на еще парочку блокпостов и попали под шквальный и плотный огонь ничего не понимаю вы первый блокпост прошли нет они видите наша группа вот около блокпоста разделилась да то есть если это вот так вот обрисовать да получается вот блокпост да да вот потому что был все в зеленце да мы ничего не видели они наткнулись наши двое парней и началась там боестолкновение и ваши вокруг блокпостов кто влево кто вправо полгода да вот так разделились побежали понял наша группа разделилась и так случилось что двое наших товарищей погибли скорее всего одного ранило и нас взяли кто взял в плен честно не знаю ну его знаю то что только его этот позывной ну высыл высыл это вооруженные силы дарились расскажите почему у вас наша форма потому что он постоянно пишет в комментариях куда делась ваш мою форму сняли там же почему они вас разделе они над вами таки хотели поиздеваться что нет не знаю как просто там разделе и сняли с меня форму я был только лишь футболки да футболку там постирали нам выдали форму над вами издевались здесь кормит поэт не от этого знаю еще хотел бы сказать отдельную благодарность врачу который нас постоянно судите вот тот номер который вы дали он не рабочего неправильно говорят неправильно номер но на вас есть заявка от ворожичев олег владимирович не знаю такого я подавал вам позвонить туда на одного убитого москвича статистику нашел пока вы говорили на одного убитого москвича в украине приходится 350 туинцев 350 и 275 бурят то есть в общей сложности почти 600 человек бурят и туинцев почти а более до более 600 человек бурят и туинцев 625 на одного москвича мангуш мерген мангуш мерген я не знаю что это значит но это имя и фамилия вот статистика врачом а вы говорили по дагестанство в первую очередь таких всего лишь на одного москвича 807 с половиной человек приходится по статистике города 275 и туинцев 350 это вы как раз и есть тот самый самый наиболее неблагополучный получается регион я не знаю как там по уровню жизни но вас шлют туда Да, может быть потому, что вы такие. Мне сказали, я поехал. То есть недумающие, да, получается? Не знаю, вы сами это сказали. Да. Вы мне рассказываете про какие-то памятники, что здесь Великой Отечественной войны. Вам не кажется, что в Украине сами мы разберемся со своими памятниками? И не Великой Отечественной войны, а памятники, прославляющие тоталитарный режим. Вам будет это сложно понять, но у нас в Украине признаны как нацистский режим тоталитарным, так и советский режим тоталитарным. Почему? Ну хотя бы возьмите те же самые холодоморы, которые были при советском режиме. Россияне рассказывают, так везде были, ну хорошо. Пусть везде себе сами не разбираются, а мы себе вот так вот решили. Вы понимаете, вам там внушили фашистскую идею о том, что ваша вот великая вот эта вот в кавычках Россия. Вы можете идти и кому-то что-то диктовать, кому-то что-то рассказывать. А вы ничего не можете никому диктовать, рассказывать. Только путем вот таких вот, как вы. Видите? Видели? Вот эта статистика. Вот это вот все, что они могут. Отправлять вас на убой. Погибнуть за какие-то свои идеи. Вы не можете объяснить цель свою? Сейчас уже вот вы все прошли. Цель свою. За что вы могли погибнуть? За что? За что? За не за что, получается? Потому что... Скажите хромче, пожалуйста, внятно. Скажите, пожалуйста, вот за что вы... Для туинцев, для туинцев таких как вы скажите. За что они здесь могут погибнуть? За что? Или ради чего? Затрудняюсь ответить. Просто... Просто ни за что. Пойти и умереть. С одной стороны ни за что, а с другой стороны за планы одного, который в бункере сидит. Знаете, про кого я говорю? Да. Это план по захвату Украины. Ну, уже понятно же, что провалился. Ну, четыре месяца, пять месяцев назад было понятно, что провалился. Что же вы делаете до сих пор? Зачем? Кому нужны эти смерти? За что вы делаете? Зачем вы воюете? Уходите домой. В себе там... В Туву. Правильно? У вас проблемы есть в Туве? Нет, проблем нет. Проблем нет? Ну, хорошо. Значит, живите там, у вас тем более проблем нет, все прекрасно. Живите без проблем. Потому что у нас тут есть проблемы без вас, но нам есть чем заниматься. Там дорогу где-то надо сделать, там детский садик, там школу. Мы за такие вещи больше думаем, знаете. Вы в частном доме живете или в квартире? В частном доме. В частном доме? Да. Я из села. Душ, туалет у вас дома есть? Нет. Да, все верно. Душ, туалет у вас дома есть? Душ нет, туалет, да, есть. А вот, есть баньки. То есть настоящий туалет с унитазом дома у вас есть? А, нет, такого нет. А какой? Ну, обычный такие. Обычный на улице с дыркой? Да, да, да. Избитый из... Вы не понимаете, дома туалет, это в доме туалет имеется в виду. Не что он вообще в принципе во дворе существует, а в доме? Да, в доме. В доме нет. В доме нет. Видите, вот вам стоило бы себе в доме сделать туалет и душ. А вы говорите, у вас проблем нет. Вы бы не поехали в Украину, вы бы уже дома себе канализацию бы провели наконец-то. Потому что вот в Индии, например, там в пятом веке до нашей эры, по-моему, они уже появились. Не помню, точно могу ошибаться. Короче говоря, очень давно. Но сейчас 2022 год, а у вас дома унитаза нет, понимаете? Это ж беда. А в Украине вы заходили в дома? В квартиры? В частные дома? В квартиры не заходили, в дома не заходили. В основном мы были в лесу, в лесопосадках. Вот, изюм проезжали, да, видели мирных жителей, с ними общались тоже. Мирные жители вас благодарили за то, что вы пришли их освобожать? Нет, никто такого не говорит. Ни благодарности, ничего нет. Конечно, они расстроены, может быть, даже в ярости за то, что их жилища их дома лишили. Да, мы все это понимаем, но они как-то ведут, вместе с солдатами ведут торговлю, нормально общаются. Да, да, конечно. Дай сигареты, Дима. Вот, смотрите, это просто украинцы, вам видно, не понять этот народ, да? Вот, у человека магазин разбомбили, вот он торговал такими сигаретами, магазин. А россияне разбомбили его магазин под Киевом. Магазина у него больше нет, и он мне прислал на его почту, говорит, на, ты с ними разговариваешь, передай им сигарет. Вот это вот украинцы, видите? Мы пытаемся добротой своей, добротой, понимаете, донести до вас, что оно есть на самом деле, что может так хоть дойдет, понимаете? Потому что вы со злом к нам пришли, с оружием к нам пришли, убивать пришли. А мы, да, защищаемся сколько можем, но мы говорим, нет, мы добрый народ, мы все равно останемся с собой, мы не озверимся, как вы. Мы такими, как вы, не будем. Идите там себе, там у себя, там разбирайтесь. Потому что в Украине иметь туалет дома, в доме, понимаете, не на улице, а в доме, это вообще-то нормально. У нас только в летних дачных домиках, знаете, есть такие, куда люди приезжают. Вот там нет, там может их не быть, конечно. А в селах везде, в основном, везде туалеты, удобство дома, ванны, души, дороги, интернет. Для нас вообще простые, бытовые вещи. А с такими, как вы, мы общаемся постоянно и все люди не могут понять даже, что их спрашивают. Понимаю. Смотри, тот номер, который вы мне дали, это неправильный номер, оператор говорит, что этого номера не существует. На вас была оформлена заявка, почему, ну откуда я знаю ваши всего, всего Дульгер, вы говорили вначале. У нас такая штука, есть бот специальный, куда можно обращаться и сбрасывать данные по человеку, и видите, вот он у нас работает тоже. И мы даже вот… Вам знаком? Да, это я. Да, он почему-то указали ваш номер, а человек, чей номер указали, он не берет труб. Не берет. Брат, у вас есть брат? Да, есть. Сейчас сделаю еще одну попытку позвонить вашему брату. Ну, у вас, наверное, там связь плохая, да, Вселен? Нет. Потому что тут четыре номера указано, и везде абонент вне сети. Поэтому… Пока я набираю, вы сказали, что хотите поговорить с ламой. Для чего вы хотите с ламой? Ну, помолиться, наверное. Ну, я задаю этот вопрос только для того, чтобы понимать, стоит ли там тратить время на то, чтобы найти ламу. Мы не знаем, есть ли вообще лама, я думаю, что есть. И мы хотим понять. Буддисты есть в Киеве однозначно. Я понимаю. Ну, только там есть буддист, значит, есть и лама. Лама – это же как священие, да? Да, как священие. Ну, есть, конечно. Да, зачем вы хотите с ним поразнить? Да, поговорить, помолиться. Может, покаяться в чем-то хотите? Или такого нет? Да, покаяться. А вы понимаете, что твинцы – это тоже народ, который в свое время был порабощен русскими? Аппонент не может. Ну, у него в 23-ти встречаются. Понимаете это, наверное? Мы не знаем. Сотрудняйтесь, встретите. Не, я знаю, что раньше, да, в 44-м, то ли в 45-м году Тула вошла в состав Советского Союза самый последний. То есть, молодое государство в составе Советского Союза. А до этого? А до этого была Тувинская Народная Республика. Тувинская Народная Республика? Да, вот в 44-м году… А до Тувинской Народной Республики какая история вашего народа? Нет, я не изучал историю глубоко. Да, конечно, что-то глубокого. Тут совсем не глубоко. Тут просто даже уже интересно, потому что… Я, ну, я реально не изучал эту историю, просто потому что, ну, а зачем мне это нужно? Но интересно. Вот, Тувинцы. Если сейчас интернет позволит, я вам сейчас быстро… Вот, да, кстати… Тюркский Народ, коренное население Тывы, да, или Тувы. Вы правильно сказали, да? Вы правильно сказали. Вы знаете Тувинский язык? Да, знаю, хорошо. Можете что-то… Привет передайте свой на Тувинском. Ай-ки-и-ты-ва-чё-ну. Вы что сказали? Здравствуйте, Тувинцы. У вас религия буддизм, шаманизм и православие. Все верно. Происхождение телесцы и низейские киргизы. Давайте запишем обращение к вашему… Да, ну тут тоже так смесь на месь, да, перемесь, там тюркские народы, там проживали местные, вошли эти, пришли те. Тут понятно, тут вообще все понятно, как обычно. Не разберешься. Вы можете передать что-нибудь своим Тувинцам, что вы думаете? Давай вначале обращение я скину брату. Давай, давай, давай. Обратитесь на русском языке, передайте, чтобы они вас искали, чтобы вы в плену. Я в плену. Можете передать, позвониться до моего полка, передать моим родным, близким, что я жив, нахожусь в плену в Украине и достучаться до моего полка. Вот, в принципе, наверное, все. Передайте, пожалуйста, родителям, что я и жив. Вот и все. У меня все? Да, у меня тоже с историей здесь темная штука. Я потом почитаю. Очень много всяких периодов. Спасибо. Ну, реально, не дозвонились. Конечно. И то, благодаря только тому, что твой брат оставил номер, но он сейчас не отвечает. Я не понимаю, почему. И оставил он, кстати... Какой номер? Оставил он заявку 8.08. То есть тупо недавно. Два дня назад. Да, два дня назад всего лишь оставил заявку. А ты был на связи, да, с ними? Нет. Когда ты последний раз занимаешься? Последний связь, даже, наверное, два месяца назад вообще выходил. Ага. Ну, почему-то два дня назад... Вот я ему, чтобы ты отправил твое обращение. Хорошо. Можете показать? Номер? На, запишите. Уплоть битвое обращение. Бумажечку ещё тебе дают. Из блокманчиков. Здесь ещё и два листера поедут. Искать нам кибелам или нет? Ну не знаю, на ваших компаниях А нам проще не искать, но если ты хочешь пообщаться, то не найдем Он оставил? Да, оставил это его номер Хорошо То ты так и не сказал, искать или нет? В 1911 году тувинское общество разделилось на три группы Некоторые поддержали независимость, другие предложили войти в состав Монголии, остальные войти в состав России На это я читаю тебе отрезок из российской википедии По большому счету это то же самое, что прочитать сейчас про украинский Донбасс в российской википедии Там тоже напишут, что там жители очень сильно хотели в Россию и очень сильно поддерживали Россию Что на самом деле не отвечает действительности Это уже как бы то, как они это излагают, да? Поэтому я подозреваю Сигареты он же тебе дал? Я же тебе дал пачку сигарет Благодарю А ты не хочешь поблагодарить человека, который передал тебе сигареты? Это же не мои Были бы мои, так я бы То сядь я включу запись Не, были бы мои, я бы не спрашивал Дал бы, я всегда так даю просто Ну не знаю, что скажешь Спасибо большое Спасибо большое Спасибо большое Спасибо вам, что вы разбомбили его магазин И у него остались эти сигареты, да? Да, будь здорово Все Все, на сегодня А ну, послесловие будешь писать или нет? А, тебе ехать надо, да? Ну давай, две минуты Давай Ехать надо уже Дома, господин Младший-ка что? Я еще дочитался дальше В общем там В начале двадцатого века В российских деловых кругах Был поставлен вопрос О принадлежности уренхайского края Имеющий исключительно важное для России стратегистическое значение Вот здесь и можно ставить точку Если в России поднимается вопрос О принадлежности какого-либо края То это значит, что Россия собралась забрать его себе Да, это уже ясно Что ты скажешь про Куюна? Не знаю, ну тут какой-то полу Ты его привел как именно как буддиста Получается, да То есть, ну а Причем, ну Надо же отдавать себе отчет Причем здесь буддизм? Человек никакого отношения Я задал вопрос Кто Чьей веры будет? И он сказал Я буддист Ну окей Я хочу поговорить Да Ты говорить будешь? Буду А Ты заметил в нем желание говорить какое-то? Ну Тут он Только для того, чтобы На камеру попасть Это как бы ясно-понятно Потому что я с ними беседовал И позвонить хотел И позвонить Он не дозвонился Ну такое тоже будем публиковать Но с ламой мне интересно Я их ни разу не видел Мне интересно как это происходит И что он Что расскажет вообще лама Я же почему хотел Вначале до разговора А потом еще после разговора Слушай, все религии какие бы они ни были И все священники Если они настоящие, да Вот Служители Они все будут говорить о добром и святом Это понятно Ну И ничем по сути друг от друга Особенно то не отличаются Ну тогда Напишите комментарий Нужен лама Или не нужен Если нужен Конечно напишут Нужен Всем интересно Потому что это экзотика Да и мне интересно Тебе не интересно Нет, я знаю что это будет Я знаю что это будет Но чисто вот Визуально Мне интересно Понаблюдать за это Так то что ты говоришь Все про О красивом и хорошем О добром и святом Безусловно А если пойдем в московский патриархат Тоже должно быть Ты сейчас вообще на тончайший лед стал, да? Вообще на такой прям Ты уже провалился одной ногой Я тебе так скажу Да? Почему он называется Московский патриархат Почему его называют Московский патриархат Потому что они все время Когда молились Они вспоминали о своих молитвах Кирилла Вот этого Который бомбы с ракетами освещал ФСБшника Да ФСБшника После 24 числа Насколько я знаю Они перестали это делать И насколько я знаю Сейчас стоит вопрос О том чтобы вообще Каким-либо образом Отделиться То есть не иметь Прямого Подчинения Или вообще Какой-либо связи С московским патриархатом Есть Украинская православная церковь Вот это Которую называют Московского патриархата Почему? Потому что Самый главный у них Как бы Вот он был в России Вот поэтому называют Московский патриархат И есть православная церковь Рассказывают Я это все в курсе Ты потом людям Это расскажешь Я просто хочу сказать Что все крайне негативно Относятся к УПЦ Именно Многие кричат Надо закрыть Там надо В общем Не нравится Потому что именно В этих церквях Очень много Ранее рассказывали Про братский народ Про вот это вот все И Многие даже Там и поддерживали Прямо Россию Это действительно было Но я хочу сказать Что если сейчас Так случится Что они действительно Отделятся От Всячески отделятся От Московского патриархата И объединиться Вот эти две церкви у нас УПЦ и БЦУ От этого точно Ничего плохого Никому не будет Хуже 100% Хуже не будет точно И чтобы это было На 100% Украинская церковь И закрыть Снять этот вопрос Потому что вопрос Очень Очень тонкий И очень сильно Может расколоть Наше общество Внутри нашей страны В очередной раз Поэтому здесь Вытягивай ногу И выходи На твердую поверхность Не надо Рассуждать А за ламу Напишите А за ламу Напишите Спасибо Давай Павли Редактор субтитров Редактор субтитров Продолжение следует...